Инвестпортал выяснил, как эксперты оценивают положение Москвы в сложившейся ситуации. По мнению господина Кристенсена, заниматься инвестированием в России сегодня сложнее, чем в других странах. Однако, отметил эксперт, это компенсируется тем, что процесс вхождения на российский рынок для иностранных инвесторов достаточно прост, а все транзакции абсолютно прозрачны. Продолжение в России. В свою очередь, управляющий директор Саксабанк в России Игорь Домброван считает, что приток иностранных инвестиций обеспечивается не только преимуществами растущего рынка и его емкостью, но и тем, существуют ли здесь проекты, в которые интересно вкладывать средства. По мнению Игоря Домбрована, серьезная доля ответственности за привлечение средств лежит на государстве. Универсальным механизмом создания более благоприятного климата служит законодательная база, ориентированная на бизнес. Бизнес растет, когда для этого создаются определенные фундаментальные условия. Эти условия, главные условия, главное здесь это укрепление защиты прав собственности, это увеличение прозрачности и упрощение условий для открытия нового бизнеса и для его развития. То есть, по сути, здесь очень важно убрать бюрократические препоны для того, чтобы люди могли организовывать новый бизнес. нужно помочь им защитить, защитить их права на собственность, на их бизнес и создать прозрачность, чтобы они четко видели правила игры и эти правила игры были для всех. Вот, как показывает мировой опыт, именно вот такие фундаментальные вещи, они позволяют достичь долгосрочного экономического роста. Еще одним аспектом успешного регулирования финансовой деятельности, как отметил Ларс Сейерс Кристенсен, является гармоничное соотношение интересов всех игроков рынка – государства, инвесторов и финансовых институтов. Я думаю, в основном, это тоже очень важно, без того, чтобы был в больнице избранникам, без того, чтобы регулировать сложно. Простую, но, увы, до конца нереализованную схему эффективной работы финансового рынка описал Игорь Демброван. Финансовый рынок – это как каналы, по которым капитал течет к инвестиционным проектам. А инвестиционные проекты берутся как раз оттуда, о чем я только что говорил. О укреплении прав собственности, создании прозрачности и упрощении правил ведения бизнеса. Соответственно, начинается все с этого, создаются условия, появляются инвестиционные проекты, как резервуары. И когда появятся эти точки притяжения, тогда к ним потекут капиталы. Важно и то, и другое. Но если некуда течь, то боюсь, что эти каналы в виде финансовых рынков мы не наполним. Тем не менее, Москва уже сегодня может по праву называться Международным финансовым центром. Город занимает значительную роль на международной арене, считает Ларс Кристенсен. Во многом это происходит благодаря успешному выходу российского бизнеса на международный рынок и укреплению деловых контактов. Я думаю, что это уже есть финансовый центр, но Москва, в зависимости от размера российского экономика, как в целом, я думаю, что Москва, конечно, должен иметь ever-growing присутствие как финансовый центр. И я думаю, что с большим количеством русских языков, а также отсюда Россия, я думаю, что это очень хорошие проспекты для того, чтобы в дальнейшем быть важным финансовым центром для финансового рынка.